Книга «Открытым оком», том 14, вопрос 2835, тема литература. 1 Фессалоникийцам 5.19. «Духа не угошайте!» «Если человек очень любит зрелище, программы по телевизору, то этим он угошает духа!» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иоанн Златоуст советует закрыть отверстие фонаря, чтобы ветер не погасил огонь. Когда в лампадке чистое масло, то свет наполняет окрест все. Но если попадает грязь, то фитиль засоряется, и масло не попадает к месту горения. Если добрые дела гасят гиенский огонь, когда они во имя Христа соделаны, то дела злые или пустое времяпрепровождение не позволяют Духу Святому трудиться в душе. «Для молитвы нужно уединение, для чего Господь и уходил от людей на ночь». Сирахова 3.30 «Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи. Если одна передача просмотрена, и от нее нет злых последствий, то вред невелик, да еще когда в душе пылает огонь любви к Господу». Третья ездра 16.16 «Прогонит ли кто голодного льва в лесу, или угасит ли мгновенно огонь в соломе, когда он начнет разгораться?» Премудрости 19.19 «Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угошающее свое свойство». «Когда гундосит кухонное радио или гремит постоянно телевизор, да еще к нему дети прикипели, то это уже катастрофа духовной жизни. В этом доме явно не любят Слово Божие, не привязаны к Божьей премудрости. Эти зрители не могут вместе с Соломоном сказать » Премудрости Соломона 7.10 «Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. Камни с дороги спешите убрать или зарыть неподъемные глыбы. Жалея о прошлом, вздыхаем сто крат и тяжким раскаянием совесть на дыбу. Расчистить тропинку, пробиться в завалах через традиции, корни преданий, кого и когда к Иисусу мы звали, коль верим, что час воскресения настанет. Путь Господу к сердцу людей приготовить, расчистить в мозгах засоренных изгибы, порушить привычный уют и устои и воскресить даже тех, кто погибли. Труднее всего от монахов пробиться, в поповские души суметь достучаться. Кто выл погрузился, укутался слизью, у них оберег и столетнее счастье. Там баррикады из чванства и спеси, не камушки, а эвересты гордыни. Епископ их давит, у смерти наместник. За место сцепились в надмении дымном. Джунгли по храмам, пустыня Сахара, селевый вал у торговых прилавков, незримо снуют здесь бесовские хари, меркурий на крылышках, с митрою главный. Лишь слово живое, евангельский меч, хитросплетение может повыжечь и в благовестие тут же облечь, роднее библейское станет и ближе. Гряди, Иисусе сладчайший, гряди! Дорога расчищена от предрассудков. Пророки, апостолы шли впереди, теперь же попы и монахи горцуют. Не им, а тебе путь к сердцам приготовим, ведь русло арыков непросто расчистить. Гори не сгорая тот куст и еговы, и каждый заика достанет речистым. 21 ноября 2005 год, Игнатий Лапкин ГОВОРИТ ПО-КОЛИЧЕСКИ